Всем привет! На этой неделе команду МячПро нам помешали, а может помогли собрать левая нога Ариена Робина, которая рановата на пенсию. Дикий промок с двух метров Чингиза Ундера и плагиат на этот удар от Федора Смолова. Симуляции Неймара и всех игроков по СЖ, который оценил даже Леонардо Ди Каппо, пришел на футбол, а увидел в итоге спектакль. И только Пако Алькассер никак не повлиял на наш выбор, потому что он снова вышел на замену и забил. Блин, это уже становится какой-то привычкой. Меня зовут Васан Балан, и сейчас мы выберем команду недели по версии МячПродакшн. Готовы? Итак, начнем с вратарской позиции. И на этой неделе не было вратаря, который бы выделялся и в одиночку решил исход матча. Зато Реал впервые за долгое время сыграл два матча на ноль, и поэтому не отметить Тибо Куртуа я просто не могу. Несколько важных сейвов в матче с Ромой, а потом еще и два супер сейва в матче с Валенсией. Тибо, сегодня ты лучший. Переходим к линии обороны. Слева у нас сегодня Исмаили из Шахтера. За матч с Хофенхаймом, за его игру в атаке, удары, за то, как он продемонстрировал умение открываться, было ощущение, что вся опасность Шахтера создается именно с левого фланга. Да и в обороне бразилиц был очень хороший. Справа на этой неделе Лукаш Пищик. Вторую подряд неделю отмечается результативными действиями на последних минутах. То гол, то голевая передача, как в матче с Фрайбургом. И вообще, поляк находится в прекрасной физической форме. И везде успевает. И это в 33 года. Далее у нас центр обороны. И возглавит его, конечно же, Тиагу Сильва. Который мастерски вел игру на подстраховке. Дико заводил партнеров и болельщиков клуба. Запугав, по сути, грозную троицу из Ливерпуля. Настоящий капитан. В парах к нему на этой неделе мы ставим Пике. Два победных гола на этой неделе. Причем важные моменты матча. И очень хорошая статистика по действиям в обороне. Переходим к полузащите. На этой неделе в ней будет куча звезд с именами. И ничего тут не поделаешь. Справа у нас сегодня Мемфис Де Пай. Который находится в потрясающей форме. И действует по всему фронту атаки. И именно он является секретом того, что Леон создает кучу голевых моментов в игре с любым соперником. Слева поставил Неймара. Да даже просто за его первый тайм в матче с Ливеркулем. Когда мы все с вами увидели, как человек может действовать красиво, эффективно. И всегда в темп одновременно. Это было просто гениально. Под нападающими дебют в нашей команде недели. И это наконец-то Месси. Ну просто посмотрите на его гол в ворота ПСВ. Потом посмотрите на голевую передачу на пике в том же матче. Ну и наконец можете увидеть голевой пас на Оленье в матче с Вильериалом. Это просто игра маэстро. В опорной линии у нас сегодня дебютирует белый кантэ Лука Старера. Человек-находка для Уная Эмери и его тактики. Потому что Арсеналу давно не хватало игрока, который умеет чисто отнимать ничьи и при этом может быть полезен в организации позиционных атак. К нему же в пару на этой неделе мы отправим его одноклубника Аарона Рэмси. Который, выйдя на замену при счете 1-2, поспособствовал перелому встречи и поучаствовал в двух важнейших голах. Помогал обороне и отдавал свои голевые передачи из очень сложных ситуаций. И это все несмотря на непостоянное место в составе и бардак с его контрактом. Настоящий профи. Ну и единственный нападающий на этой неделе человек-рекорд, человек-пенальти. А теперь, и это его новое достоинство, человек-команда Роналду. Сделал в одиночку гол Леманджукича в матче с Валенсией. Вообще он стал отдавать много голевых передач. Ну а забив пенальти в матче с Валентиной, догнал Пентака в гонке бомбардиров. Хотя, конечно, напрашивается сюда Абамьянка. Но разрешите мне такой каприз и оставить все же Роналду. Да и два человека из Арсенала в нашей команде уже есть. Получилась расстановка 4-2-3-1. Моя любимая Фифена Плейстейшн. Она самая гармоничная. Позволяет творить в атаке и при этом не проваливаться в обороне. Ну а тренер нашей команды на этой неделе Томас Тухин. Который поставил в тупик своей смелой тактикой с номинальным одним центральным полузащитником Верати. И четырьмя ультра-атакующими игроками Юргена Клопа и его весь Ливерпуль. А еще сделал правильные и своевременные замены по ходу игры, чтобы так и не дать Мерси Сайдсам возможность создавать голевые моменты. Томас отработал в главном матче недели на пятерку. У вас точно есть свои идеи по поводу лучших игроков недели. Поэтому предлагаем вам скамейку запасных. Абоньянг за его матч с Тоттенхэмом. Дембеле и его 8 обводок с Велериалом и 2 голевые передачи на неделю. Робин и его 2 гениальных гола в его же стиле. Левый защитник Фирпу из Бетиса и его второе упоминание в наших командах недели. Ну и Кристиан Эриксон за то, что выйдя на замену, перевернул ход матча с Интером. Выбирайте, кого нужно было взять в команду недели и пишите свои варианты в комментариях. Напомню, партнером нашей программы является компания MarathonBet, у которой в группе ВКонтакте недавно начался декабрьский конкурс прогнозов с реальными дорогостоящими призами. Ссылка будет внизу в описании. Ну а теперь топ событий недели от Сашки Журавлева. Всем привет! И начинаем с того, чему лучше бы в футболе было не случаться. Третье место матч Енисей-Ахмат в Красноярске. При температуре то ли минус 14, то ли минус 17. Непонятно, зачем его играли. На трибуны в такой холод пришли 1800 человек, игроки еле дышали. Почему игру не перенесли? РФС минус 10 к армии. Вторая позиция необычная, но вы прикиньте, в Лиге Чемпионов из группы С не выйдет одна из трех суперкоманд. ПСЖ, Наполи или Ливерпуль. И ведь все играют очень круто, это реально потеря. Особенно учитывая, что вышел ужасный МЮ, а из другой группы Д вышли Шальки и Порту, уровень Лиги Европы. Несправедливый жребий, минус 1. И первое место. Самая непонятная новость недели. УЕФА хочет создать третий по значимости Еврокубок. И главный вопрос, зачем? Кто-то реально будет смотреть на матчи Урал против Страсбура, или Майнс Сосуола, ну или Хитафи Венла? Вы смеетесь? Лига Европы мало кому нужна, а большие команды, если туда и попадают, то просто отбывают номер. Так зачем этот третьестепенный кубок? У ЕФА пока минус 10. А теперь о лучших событиях. Третье место. 18-летний пацан из Краснодара, Магомед Шапи Сулейманов. Снова забивший мяч, выйдя на замену. Парень отличается в среднем каждые 46 минут. Обратите на него внимание во время игр. Какая-то нереальная уверенность в себе. Кажется, у нас появляется новая звезда, плюс 10. Второй, удививший Арсенал. И дело даже не в победе над Тоттенхемом, а в реакции на гол Дайера. Игрок Шпор побежал праздновать забитый мяч перед фанатами Арсенала. После чего игроки Пушкари взорвались и устроили потасовку на поле от такой наглости. И это очень круто. Потому что в последние годы Венгера Арсенал превратился в такую вот травоядную команду, которую можно обижать. А сейчас он на глазах матереет, вырывает победы и переворачивает ход матчей. Арсенал и Эмери плюс 5. Ну и первое место очень неожиданно в маркетологе ФК Ростов. В общем, такая история. В футбольном паблике в ГИК. В последние месяцы активно постились мемы о схожести защитника ЦСКА Бикао с персонажем из ГТА СиДжеем. В Ростове над этим тоже посмеялись и матч с армейцами оформили в стиле знаменитой компьютерной игры. Шрифты и афиши из ГТА. Слово потрачено. И даже знаменитый саундтрек прямо на Ростов-арене. Просто респект за такие шоу. Ростов плюс 10, плюс 20, я не знаю. Офигенно. Переходим к нашей любимой рубрике, где мы выбираем 4 худших игроков в неделю. На ворота я бы точно в нашей сборной на этот раз не взял Пикфорда. Ну нельзя портить такой фееричный дерби с той ужасной ошибкой на 96-й минуте. Худший игрок обороны на этой неделе, вернувшийся после травмы Фиртонгин за матч с Арсеналом, привез в пенальте, получил красную, важнейшие голы были забиты из центральных зон, да и игравший рядом Фойт сделал 7 отборов с Арсеналом, а Ян всего один. Худший в центре поля на этой неделе Поль Погба, который в обоих матчах на неделе с Янг Бойс и с Сау Гентером ничего не сделал. И даже в редких голах Манчестер Юнайтед Поль Погба не поучаствовал. С Сау Гентером ноль обостряющих передач, с Янг Бойс начал игру в запасе, и это образующий игрок центр поля. Ну и в нападении на этой неделе у нас бы точно не играл Фирмин. Как только начинаются игры против топовых соперников, физически сильных центральных защитников, мы видим его реальный уровень. Он не так силен индивидуально, плохо цепляется за мячи, и моменты создать сам себе не может. По традиции выбираем лучшего игрока недели. И в этот раз субъективно ли, объективно ли, это Лионель Месси за его гениальные действия в обоих матчах недели. Страшно просто представить, что бы было с Барсой, если бы не он. Подписывайтесь, друзья, и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Пишите внизу свой вариант команды недели, ну и посмотрите, кто был в сборной Мяч ПРО в прошлый раз. Меня зовут Васан Балан, ну и спасибо Саше Журавлеву. Пока.